Всем привет дорогие друзья, с вами я Кран и мы продолжаем играть в замечательнейшую игру Assassin's Creed 4 Black Flag. Хоть ее многие там в комментариях почему-то недолюбливают, но мне пока игра крайне нравится. Не буду уже повторяться за что я это в принципе рассказал в предыдущих комментариях. Также спасибо всем друзья, кто пишет комментарии, ставит лайки, делится впечатлениями, советами и кто с пониманием относится к тому, что я, да, рачок был по крайней мере в предыдущих видео. Но я специально не тренировался там в игре, не специально не смотрел чужие летсплеи, как и что делать, чтобы, ну, скажем так, было все первое впечатление. Но сегодня, ну, во-первых, вы попросили, да, чтобы я старался проходить сюжетную линию, а не собирал какие-то бегал сундуки. Поэтому я сегодня пару часиков поиграл, побегал, пособирал эти самые сундуки. Я, наверное, в этой Гаванне, ну, по крайней мере, вот здесь, в первой локации, пособирал все, что можно. Там буквально пару сундуков осталось. Ну, как мы видим, у меня денег прибавилось и уже 7135 реалов или рублей. Так вот, да, немножко научился паркуру, понял свои ошибки, то, что я как дурачок сражался. Ну, кстати, давайте тебя убьем, а ты сам убился, догоним штуковину эту. Моя ошибка была в том, что я сражался руками. Нужно было нажать на стрелочку на геймпаде и переключиться на оружие. Ну, опять же, друзья, в управлении я еще разбирался, прошу прощения за это. Сейчас я уже, в принципе, во всем разобрался, много посражался, в принципе, все получается достаточно живенько. С паркуром тоже более-менее у меня начинает получаться. Уже реже падаю, уже понял, что бы там вверх, допустим, по зданию ползти. Нужно просто стик левый вверх зажать, да и все. А я там нажимал прыжок, там отпуститься и постоянно падал, непонятно что-то делал. Вроде бы получше все начинает получаться. Такс, и мы видим, что у нас следующее задание, к которому я бегу. Вот здесь падаю, да, видите, как я четко научился падать. Такс, ну давайте как раз посражаемся. Нас там кто-то заметил. Кто-то стреляет, там еще что-то делает. Контератакуем. Да, при этом при всем, друзья, не забывайте то, что играть, особенно в новую игру. Я понимаю, что многие из вас прошли Ассасина. Для них это как-то диковин. Я так понял, что еще и на мышке с клавиатурой полегче играть. Но для меня эта игра, так скажем, в новинку. Вообще даже такой жанр. Плюс еще параллельно нужно о чем-то болтать, поэтому отнеситесь с пониманием. Ну, надеюсь, пройдет еще пару серий, и я вообще уже на лавчу смогу болтать, проходить, и все будет без проблем. Ну, а проходить мы будем в основном только по сюжету, а уже как-то между сериями я сам там буду пробегать по локациям, собирать сундуки. Ну, в общем, всю вот эту нудятину, которую вряд ли кому-то будет интересно смотреть. Но я их буду собирать ради того, что, ну, денег надо там пофармить на новое оружие или еще что-то. Господин Уолбоп, я полагаю. Ну, давайте начнем с задания. Сразу посветлело. Так, ну и мы приходим к этому сеньору, губернатору, как я понял, которым мы должны были идти в роли ассасина. Типа наша одежда станет для него ассасином. Да, Дункан Уолбоп, он должен был быть виноватым. Ну, просто по нашей одежде нам довериться, все банально. Ну, я так полагаю, ребята, не в курсе, что я испанский знаю, там болтают, думаю, что я из Англии ничего не понимаю. Ну, я так понял, я понимаю, да, у нас все русскими субтитрами написано. И вот он, злой парниша с револьвером. Доброе утро. Ну, хотелось бы. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан Уолбоп. Все верно. Я так и думал. Вот Роджерс. Пальщен. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале маскараде у Персии. А. Да-да. Назвала вас дьявольски красивой. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Жюльен, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолбоп. А. Ковбой какой-то. Жюльен Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю. Но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Так, всего там дали ствол. Сейчас нас чнутся по стрелушке, как я полагаю. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. Так, снова выбираем. У одного из моих соратников было девять пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Ха, хорошо. Такси, ЛБ, так, опять же, клавиши. Жду, когда пистолет будет вмещать четыре пули. Сейчас, Марокко. Такси, что у нас там? Последняя цель. У нас уже сейчас. Друг мы убили. У нас с моим другом в Англии. Джеймс Пакл. Он за рекорами обычайной вещей. Манефиф. Чудесно. Так, у нас патронов почти не осталось. Нажмите Y, чтобы выстрелить в выделенную цель из пистолета. Ну, серьезно? Y-ом в выделенную цель. Что? На какой кнопке вообще я не играю? Ладно. Поговорите с хозяевами. Такс, ладно. Давайте с тобой поговорим. Господи, что вы переместились? Задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Ну, давай. Помните, все мишени за отведенное время. Вот, а что-то я промазал по одной из мишеней. Давай, быстрее перезаряжайся. У нас еще осталось 13 секунд и 3 мишени. Давай, давай. Ну, как-то он... Серьезно? Какого черта ты делаешь? Да я всех поразил, не ври. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Такс, ну, все банально произошло, друзья. Это то, что я какого-то черта первым выстрелом не поразил первую мишень. И мне как раз этого одного патрона и не хватило. Но сейчас должно быть все идеально. Давай, давай, стреляем. То есть понятно, что эти ружья, они заряжаются очень и очень печально. Такс, я успеваю, успеваю. Давай, 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 давай. Успел. 350 рублей дали нам на последней секунде. Давай, заряжай. Да, конечно, после револьвера было все просто. Но в те времена, к сожалению, револьверов, как я полагаю, не существовало. Давай с тобой поговорим, дружище. Что ты нам расскажешь? Бедные чучела, все мы их изрешетили. Правда, в них ничего в них не появляется, но очень страшно. Где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. К несчастью, сломал их оба. Ага. Фантазер. Да все, они уже заподозрили по-любому то, что я никакой не ассасин. Акалич, пират. Да, то есть чувак не промах, уже где-то убил ассасинов, забрал у них клинки. Следовать. А я так полагаю, клинок должен быть один, блин, я сам ни чихрена не шарю, но все плохо. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе, самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Так, ну давай клинками теперь... Кстати, он и так ими убивал. Так, совершите различные убийства. Использовать стога сена как прикрытие. Так, совершите различные убийства. Что мне из стога сена убить? Ну, это все просто. Вот, бабах. И убили соломенного человечка. Вот это да, скрытность. Так, ну что следующее вы нам предложите? Эффект неожиданности. Так ведь? Особенно, если бить из-за угла. Совершите различные убийства. Хорошие подсказки, как всегда. Убийства также можно совершать, смешиваясь с толпой или из-за угла. Давайте смешаемся с толпой. Смешались с толпой и с толпой прям... ...с сереньким такими убивами. Что грозит меня гром? Очень умно. Никто даже ничего не заподозрил. Близости по-воздухе по-своему прекрасны. Хоть и привлекают внимание. Покажете. Ну, у меня есть выбор, друзья. Ну, это же миссия. Движение университет, чтобы забраться. Ну, я так полагаю, нам надо просто сверху взять и убить. Ну, это все мы и так делали. Я уже много, ну, несколько, ну, пару часов провел там. Убивая всех подобными способами. Ну, никто мне это за это ничего не давал. Я могу нанести роковой удар на бегу. Конечно, да я могу все что угодно. Смотрите, разбегаемся и шмяк, и все. Мундио, какой сильный удар! Чудесно! Все, следовательно. Ну, кстати, голос... Я забыл, как его фамилия, но этого мужичка из от винта передачи не особо подходит. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя, при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскале. Разогнать этих негодеев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Ну, я же пират, не оскорбляю. Я думаю, что принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А. Видимо, Насау ваша новая цель. Насау очень хорошее название. Я там, правда, полгорода убил. Ну, ничего страшного. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О, да, сэр. Удалось. Стекляшка. Да. Старик любит стекляшки. Инкриибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но... Нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу. Нам есть что обсудить. Какие интриги, какие интриги. Мы пират, переодевший. О, в каких он доспехах модных идет. Слушай, я такие же хочу. Мы пират, переодевшийся в ассасина-предателя. Наконец, все в сборе. И какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы темплиеры. Тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя отца понимания... Свэк, мазафака. Приступим же. Так, всегда спасибо тем, кто писал комментарии, как пользуются карты сокровища. Я хочу найти в Эст-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некого рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана. Лишь правда. И справедливость. Вот зачем нам обсерватория. И то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ. Некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Уверены, что он не шарлатан. Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока... Давайте пить. Давайте пока просто пухать. Чем еще заниматься? Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут. Духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Задание выполнено. Ну, на 80% ограбить. А как надо было все-таки ограбить всех трех тамплиеров. Ну, я честный ассасин. Бывший... Не, я бывший пират, бывший ассасин. Я уже во всем бывший. Ну, воровать плохо. Я и так там награбил кучу сундуков. С меня хватит. Отдыхайте, Дунка. Я найду себе работу. Завтра придет серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани. Около замка. Я понял. Спасибо, что вы мне два раза. Да, я тупой, но не настолько. Я, по крайней мере, с первого раза. 500 рублей. То, что надо. Прям как ограбить один сундучок. Так, здесь тут какой-то череп. Что же это? Сейчас проверим. Эээ, кто сказал? Так, что тут делаешь? Вот просто толкнул. Зачем мне какие-то клинки, ножи, еще что-то там опасное, когда, знаете, подходите к краю обрыва и просто толкаете мужичков. Так, что тут за черепа и как... Ага, вот, взаимодействовать. Контракт на убийство. Костер на берегу. Принять контракт. Что нам надо? Награда 1000 рэ. Избегайте стычек 500 рэ. Капер, состоящий на службе у тамплиеров, сейчас, похоже, скрывается в бедном квартале гаваны. Найдите его и убейте. Ну, давайте. Я, конечно, с этих сундучки не собираю, но контракт на убийство давайте хотя бы один возьмем. Посмотрим, что это такое. Заработаем немного деньжат. Должно быть, в принципе, более-менее интересно. Так. Ну, хорошо. Сделаем отметку и туда побежим. 131 метр это, конечно, путь не близкий. Учитывая, что нам тут постоянно мешает толпа, нам мешают всякие препятствия, но мы все-таки ассасин. Мы все сделаем четко. Так, остается 70 метров. И да, впереди нас, как всегда, ожидают красивейшие пейзажи. Ну, кто-то уже в комментариях писал, что когда синхронизируешься, подождите секунду, найдите вашу цель. И что там были? Ой, слушайте, давайте не будем выюживаться и просто их всех перебьем. Так, я... Я так понял, что мы деремся клинками, а нам бы наши мечи... Так, все, отвалите, сейчас я достану мечи. Так, мечи, вот. Так несчестно этими клинками, ну не знаю, но они для девочек. Ааа, бомба! Какие агрессивные, слушайте, я уже... Да, застрелили. Нет, не застрелили, я жить, я буду жить! Все, взорвись на бомбе. Я буду жить, друзья, да, что-то я не рассчитал свою силу, действительно их очень много, но... Проблема была в том, что у них есть стрелки и... ХПшки, сейчас восстановим. Да отвали ты со своими бомбами там, ты не устал их кидать, убить. Смотрите, бежит за мной, самый такой наглый. Нет, все-таки он переагрился, и у меня ХП начали быстро восстанавливаться, потому что, ну, агр спал. Созлыть, ребят. Цель ускользнула, ускользнула, вернитесь. Боже, не хочу вернуться, боже, я всех их перебью, потому что я буду мстить. Я помню, там за 8 тысяч... Да я же нажал, моль. Там за 8 тысяч были модные клинки. Пираты, да я вас всех тут порешаю. Ну, в принципе, и порешал, да. Но ребята с бомбочками исчезли, ладно. Ну и побежали по миссии. Ну я бы их всех убил, отвечаю. Я просто завтыкал то, что у меня... Просто она... Ммм, сидит. Да, вот эти засранцы, которые... Расставили вот эти все... Узка с проблемас? Узка с проблемас. Все вот эти, я не знаю, там, бумажки, которые непонятно где находятся. И когда еще к ним подбегаешь, они начинают там улетать. Хотя нет, улетают всякие мелодии. А вот эти бумажки, в принципе, да. Просто в недоступных, ну, сложно доступных местах разбросаны. Так, спереди... Ну, мы, конечно же, если по пути, по миссии будут встречаться сундучки, мы их оставлять не будем. Будем их все-таки лутать, так назовем. Давайте посмотрим, сколько же денег. Ну, 265 рублей. Плюс нам дали пуль. У нас же есть теперь стволы. Но стволы, знаете, в Ассасине это как бы не камильфо. Скажите спасибо, что я научился хотя бы мечами сражаться. Это уже радостно. Так, запретная территория. Ну, запретная территория, я поначалу думал, там, вот это опасность. Ну, а вы в эту запретную территорию забегаете. Можете даже не скрытно. Просто забираете 339 своих ареалов. И спокойно отсюда улизнули. Без каких-либо проблем и последствий. Никто вас не заметил. При том, что вы тут шумите себе, бегаете. Ну да, можно было, конечно, немножко получше, кстати, элементики сделать. Паркур, ребята. Паркур, ребята. Паркур, ребята. Паркур, ребята. Очень такие масштабные куча веток, которые нас выдержат. Мы лазим, знаете, как в детстве. По яблоне вот я лазил. Так же самое сейчас в Ассасине. Фрагмент 1 достали от Анимуса, друзья. Я 13 из 15, я их уже насобирал. Вот о чем я и говорил. То есть я успел уже пошастать по этой локации. Но нас ждет все-таки миссия. Восклицательный знак. Так и говорит, танцовщицы, которых можно нанять. Но не в этот раз, подруги. Нам надо выполнять песни, сюжет. Привет, дружище. Человек, которого зовут Мудрецом. Ну давай пообщаемся с тобой. Доброе утро, Дункан. Хренолица. Я его буду называть хренолицем. Эдвард! Эдвард! О, привет, Пузан. Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. Ага. Большая удача. Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. Да, я тут как раз своим. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Ох, как ты грозно сказал, удачи. Вы пунктуальный, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более десяти лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Джулия Робертс. Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Слушайте, я готов пожертвовать всем убить. Столько шума из-за него. Чувачка в доспехах и забрать эти доспехи. Почему-то обсерватория так важна. Си. Син Дуда. Обсерватория инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. Предтечи, это вроде играта какого. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Я всех спасу. Будьте рядом, магистр. Всех раскидай. Покажите кого. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Такс, я понял. Нам надо защищать мудреца. Ну... Побежали куда-то так по скриптам. Ах, ассасины. Я с ними знаком. Ассасин против ассасина. Кто победит, конечно же, ассасин. Ха-ха, да? Какая банальная вещь. Такс, где вы... Идите за улицами. Мне так нравится то, что он сам фокусируется. Тебе не надо выбирать ни цели, ничего. Просто нажимаешь одну... Ой-ой-ой, стрелки, стрелки. Я понял. Перезаряжаются. Вон там есть индикаторы перезарядки. Спрячемся. Да вы в белых прикидах. Вы не такие стильные, как я. У меня все-таки синенький прикид. Я модный ассасин. Был, по крайней мере. Хотя я и не ассасин, я же пират. Значит, я еще лучше. Я и пират, и ассасин, и тамплиер. Я все вместе. Твой блок. Думали, мы не пробьем. Слушайте, надо позволить, чтобы они убили вот этого здорового чувачка в доспехах. Я смогу в его доспехах рассекать. На, проткнули тебя насквозь. Защищать мудреца. А что? Да я понял. Выстрелить с треугольником. Нам не мудреца, а где мудрец? Кстати, а ну-ка давайте... Блин, времени, конечно, нету, но я хочу узнать, сколько же денег с собой носят ассасины. 14 рублей. Вот у меня 8618 на кармане. Банков-то не было в те времена. Наверное, я не пью, наверное. Но я все ношу при себе. Ну, а вражеские ассасины совсем какие-то обнищалые. Даже похавать захочется, они там ничего не смогут. Даже пирожка там, не знаю, с чаем вот захотят. И что они там на 15 рублей? А мудрец не в комах, слушайте. Кровище. Которую можно, кстати, отключить. Старик, умри. Нам главное мудрец. Так, побежали. Мудрец, поймать. Ну куда ты? Используйте в бою пистолет. Поймать мудреца. Вы посмотрите, как он просто на этой штуке, да, он ее использовал. А нам по старинке придется по лестнице. Ну, сейчас и узнаем, смогу ли я его догнать, как прокачался мой навык паркура. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Да, давай дружить, слушай. Вот как я ненавижу, когда они вниз. Да зачем ты его убил? Я хотя же просто спрыгнул. Нет, Джостик, не вибрируй ты так. Я не хотел. Прости меня, PlayStation 3. Выключи вибрацию. Так, господи, сейчас догоним. Так, нападение на мудреца сверху. А тебе ловкости не занимать. Найдите сокровище. Да, ну, спасибо за подсказку. Ищи сокровище, называй. Доберите до вашей цели. Ну, надо его, походу, догнать. Либо можно как-то упасть, но я уже боюсь. Такс, во время боя нажмите Б, чтобы сбить вашу цель с ног. Ну, сейчас попробуем. Такс, вот мы просто прыгаем. Так, что ты, вот теперь лишь бы все на полазе, да? Такс, ребята, разойдитесь. Да, я что-то явно не в тот момент начал залазить. Что такое? Он не хочет лезть. Мои навыки паркура обломали. 44 метра, нет! Беги, Форест, беги! Десинкранизация, цель потеряна! Нет, все. Сейчас я точно пройду. Я не буду. Хер я залезу. Я теперь знаю, куда он бежит. Хер я залезу на ваше здание. Хер я займусь вашим паркуром. Я займусь бегом. Я же как... Короче, бегун. Ёлки-палки. А тебе ловкости не занимать. Он опять куда-то залип в крышу дома. Засранец. Нет, ребят, ну честно, честно, у меня все хорошо с паркуром, но никогда кого-то надо преследовать. Вот он бежит, бежит по крыше где-то там. Нет, я пробежал что-то. Да, вот он побежал туда. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Я не туда куда-то свернул. Но он сейчас направо вроде там спрыгнет же. Да, вот он спрыгнул туда. И мы просто... Так, че ты залез туда? Стой! Ноги прострелю! Ну, кстати, ноги. Да ты сможешь ноги прострелить? Не, я не буду использовать пистолет. Такс, вот буквально 14 метров. Но он-то находится за разной высоте. Такс, теперь он побежит туда. Вот, все. Можно его просто где-нибудь пересечь. Ну, я что-то немного не туда побежал. Но где-то там, кстати, застрял. А! Что это было? Я дурак. Зачем я клинки достал? Твою мать, запрячь клинки. Я уже привык всех убивать. А тут надо по ногам его сбить. Кстати, справа была штука. Да, пусть есть. Да, и опять мы отстали. Ну, слушайте, серьезно, какой-то мудрец, который затрещавый там, голодный, худой, больной, весь бегает быстрее, чем наш ассасин. При этом при всем лазит по этим стенам. Ну, давай, до пая осталось каких-то сраных 8 метров. Такс, как тебя поймать? Суперуправление! Ну, вот шу спицы. Ну, на тебе! Такс, он опять сейчас сдохнет, хватит его бить. Ну, все, отмудохал. Слушай, мачете, угомонись в сады. Ну, с третьего раза, это не так плохо. Просто я умею убивать, а не их плавить. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Хреналицы. Вернусь к губернаторам. С одобрением нашего дурака-короля. Адьос. Что до вас, сеньор Волпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. О, спасибо, мешочек. И я вас. С удобрениями. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Зачем ты называешь время? Тут всегда полдень. Я просто прихожу, и время все равно перематывается на нужное. Задание выполнено. 80%. Неплохо. Наводите нам, да, сверху. Используйте в бою пистолет. Ну. Пистолет. Опять его застрелить. О, тысячу реалов, друзья. Ну, прирост это потрясающе. Шесть точек из восьми. Я синхронизировал. Так, с контрактного убийства доберитесь до вашей цели. Он опять появился. Ну, давайте. Сбегаем все-таки, убьем. Все-таки не зря же мы взяли контрактное убийство. Кстати, почему я не вижу впереди метраж? О, да. Давайте воспользуемся вот этими штуковинами. Которые моментально нас наверх. Здание. Так, ну, куда? Вот куда ты прыгнул? Ну, ладно, давайте понизу побежим. А то этот паркур весело, но хочется сейчас побыстрее добраться. Теперь делаем ставки. Стоит ли мне вступать в бой? Или все-таки стоит как-то скрытно? Давайте в этот раз попытаемся, по крайней мере, скрытно как-то напасть на этого ублюдка, которого мы должны по контракту убить. Ну, я думаю, на нас все равно все сагрятся. Освободите пиратов. Спасти пиратов. Так, сагди. Ага, вот там. Ну, давайте спасем пиратов. Это, в принципе, не сложно. Какой ты агрессивный. Слушайте, я на него напал. Неожиданно и незаметно. Он успел контратаковать. Ну, понятно, у него просто появился этот... Красный восклицательный значок. Он нажал на ноль. Слушай, негр, я тебя за последние, там, полтора часа, третий раз спасаю. Ты хотя бы полтора часа можешь без происшествий потусоваться по этой Гаване? Так, ну вот мы прибежали на наше уже знакомое место. Так, можно, кстати, нанять там... Так, найдите ваш цель. Давайте наймем там собственц. Нанять 150 рублей. И ЛБ нажмем, чтобы... Вот, отвлекайте. Красавица. Их там, конечно, очень много. Ну, мы можем пойти поплавать. Ну, пацаны сокровища ищут или что-то закапывают. Я тоже так умею, но я этим заебусь потом. Такс. Ну и, конечно же, густые заросли прям на берегу. В которые мы можем спокойно спрятаться. Так, что я тут могу сделать? Ай, короче. Слушайте, давайте... Давайте не будем выеживаться. И вы посмотрите, он просто схватил мою руку на глинец. Ой. Да, серьезно, да? Короче, ладно, ребята. Не судьба. Надо пойти обновить клинки. Потому что что-то меня, ребята, явно недолюбливают. Да, и застрелили. Всем спасибо, друзья, что смотрели. С вами был я, Кран. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ждите следующих серий. А я пока убегаю от бомбы. Нет. Слушайте, может я их убью с нулем хп. Смотри, стрелять сейчас будет, зараза. И застрелит. Да, застрелил, скотина.